всем привет вчера делал запись этого видео но у меня почему-то микрофон не записался пришлось удалить и сегодня будет это видео полностью нормальным звуком в общем смотрите нам необходимо сделать сохранение объектов с физикой это делается чуть-чуть по-другому потому что в комментариях у меня там много пишут что что у тебя там все в ошибках типа чего не можешь нормально сделать сохранение теоретически так они пишут сегодня будем исправлять для того чтобы еще можно было и сохранять как обычные объекты так и физические для этого мы зайдем нашу структуру эктор где у нас находится те переменные которые мы будем сохранять это destroy это name actor это трансформ ну и сюда мы еще добавим давайте из физикс либо давайте simulate напишем из simulate були новая переменная делаем сохранение если мы зайдем game instance и у нас так это у нас сэй вектор появилась получается в структуре дополнительная строчка которая нужно будет сохранять теперь структуру мы можем закрыть она нам больше не нужна и давайте создадим запись данного данной части структуры так для начала нам нужно во первых пока game instance мы не будем трогать давайте сделаем в наших экторах дополнительную логику потому что смотрите если мы зайдем в основной глав главный наш эктор в нем ничего нету то есть он он пустой и это означает что мы не можем как бы на него подать симуляции физики для этого нам необходимо сюда поставить статик меш но если мы даже поставим статик меш вот здесь вот галочка simulate physics она не работает потому что самого маша нету но я подготовил какой-то мэш это будет у меня нулевой мэш просто текст виде маша чтобы мы могли видеть и понимать что это вообще где это то есть если я уже установил какой-то мэш я уже могу сделать симуляцию и все отлично то есть мы можем уже продолжать но смотрите есть некоторые нюансы если мы на главенствующие поставим наше ну как говорится наш мэш и у нас у каждого получается так скажем сына или дочки появляется такой же мэш вот и теперь нам необходимо заменить каждом из этих элементов давайте допустим на стол вот наш стол вот наш мэш нулевой то есть то что мы добавляли мэш тейбл допустим или какой-то другой мэш мы удаляем то что у нас статик мэш является одним из родительских да то есть принимает от родителя вот в нем мы как раз таки будем ставить наши мыши я сейчас выделил на втором экране мышь стола и нажимаю принять то есть для того чтобы уже нулевого не было а стал тот который нам необходим ну и так со всеми элементами должны мы поступить то есть если мы откроем наш монитор у нас то же самое мы удаляем мэш монитора который был и ставим мэш монитора который нам необходим ну естественно здесь уже надо немножечко поднастроить давайте это я чуть-чуть пропущу и уже полу покажу вам полностью весь результат сейчас я вот это настрою высоту чтобы все здесь нормально работало я поднастроил то есть каждый элемент у нас нормально сидит теперь мы заходим game instance и здесь нам необходимо уже выбирать так для начала зайдем сейк actor потому что я разделил сохранение персонажа загрузка персонажа и отдельно сделал я уже вам говорю в предыдущем вроде видео и загрузку и сохранение экторов в мире я сделал отдельно так теперь мы берем получается наш вот эту всю структуру давайте чуть-чуть правее сдвинем этот эктор мы тоже сейчас вытащим он нам необходим будет для начала давайте пока отключим отсюда чтобы не мешалось теперь мы делаем branch здесь вытаскиваем из нашего входящего эктора да вот это ноду из simulate physics вот здесь вот static mesh который мы туда поставили как раз таки в главный элемент и это мы подсоединяем branch далее здесь у нас будет разделение эти если симуляция в этом объекте не стоит дать false мы выполняем предыдущую предыдущие части предыдущие элементы которые у нас уже стояли то есть это без симуляции делаем копирование этого же структуры и давайте подключим наш эктор дальше сюда и на true мы подсоединяем здесь только предварительно нам необходимо теперь из этого эктора который у нас входит мы get actor transform удаляем здесь у нас галочка simulate должна будет стоять потому что симуляции есть да это у нас сохранение здесь мы сохраняем и за место трансформа вот которого здесь get actor мы вытаскиваем get world так get world transform static mesh то есть мы получаем значение где находится нас статический мышь в данном случае почему потому что если мы возьмем какой-нибудь эктор как видите вот это кружок который обозначает что это по сути центр эктора да а вот эта часть у нас является статическим мешем если у него стоит симуляция он независимо от этой точки будет находиться где угодно мы можем сделать симуляцию и выкинуть его вон туда но это будет означать что эктор находится на самом деле здесь но его какой-то элемент находится там то есть в данном случае мы будем принимать где находится наш статический меш и записывать то место где он будет ну и далее так мы переходим вот эктор здесь в этой структуре так забыл подключить давайте вот сюда подключим так это да вот здесь потому что у нас сохранение некорректно пройдет и вот здесь мы тоже вот наша simulate мы должны здесь будем тоже проверить проверять мы будем после после того как destroy проверили мы его ставим вот сюда branch еще один вытаскиваем из simulate сюда так если симуляции нет мы подключаем сетектор трансформ если симуляция же есть нам необходимо взять эктор данном случае вот отсюда вытащим его и зададим set world transform static mesh то есть мы даем то место где находится статический меш ну и позицию мы вот сюда вот кидаем но в теория да и на практике мы даже можем не статический мышь сюда кинуть а по сути тоже самое весь эктор кинуть скорее всего так будет правильно давайте попробуем сначала так сделать если вдруг у нас появится ошибка мы переключим на статик мышь так это мы пока чуть-чуть отключаем так здесь мы вытащим сюда это у нас не подсоединено так что пока на тестирование сейчас вот если вот эта штука у нас не пройдет хотя здесь брать по сути нам тогда и не нужен будет если вот это пройдет ну окей так мы сделали сохранили пройдем в наш мир и давайте опустим наш элемент выберем какой-нибудь монитор выберем static mesh внутри монитор то есть сам монитор и сделаем его симуляции физики давайте выберем наш стол дольше сделаем ему симуляции физики здесь можно также поиграть с массой допустим у стола 500 монитора будет 100 я думаю нормально так но есть еще кое-какие проблемы из-за того что у меня сейчас настроено что у меня персонаж здесь нет сохраняется давайте вы выделим его так нет нет давайте вот сюда его запустим здесь у нас экторы сохраняются а давайте вот сюда save game то есть нашего персонажа так пройдем здесь но есть тоже некоторые проблемы я уже здесь писал level но на самом деле он появится на точках 00 и это конечно неправильно это лишь создана для того чтобы в менюшке наш персонаж корректно отработал то есть сначала создалось создался файл сохранения ну а потом уже когда мы заходим на уровень у нас уже прошло по верхней структуре то есть он уже определяет где находится персонаж где так скажем куда его ставить и так далее а из-за того что мы сразу будем появляться на этом уровне нам необходимо вот сюда вот вписать точку нахождение вот вот этого элемента по сути то есть в данном случае старт плеер так ну давайте делаем копия так да к сожалению здесь нормально она так здесь у нас чисто по z проблема и минус 25 градусов здесь у нас по rotation я думаю нормально будет rotation 0 0 но здесь уже тоже не особо важно ну окей давайте проверим как это у нас отработает зайдем папочку где лежат наши сохранения это save actor да удаляем ее чтобы все корректно отработало потому что там не было вот этого элемента из симулейта сделали загрузку как раз таки мы появились там где находимся так проверим симуляция так стол двигается монитора двигается авиатура и лампа не двигаются все отлично давайте нажмем сохранить мы нажали сохранение окей давайте за и зайдем заново так сохранение у нас не прошло сейчас посмотрим из-за чего так персонаж окей понятно так ну возможно значит вот эта часть которая мы по загрузке поставили наверное некорректно давать все-таки установим вот эту часть и и посмотрим как она отработает а у нас не создалась вообще часть сохранения давайте посмотрим blueprint level так здесь все есть здесь у нас должно быть все в порядке еще раз проверим сначала просто персонажика сдвинем так но нету не проходит сохранения окей из-за того что я перемещал game instant скорее всего у нас не отрабатывает game instance давайте зайдем project settings map and modes он вроде здесь стоит но давайте выставим сначала такой game instance еще разок зайдем выставим наш game instance бывает такие вот проблемы так так давайте print string вообще-то типа отрабатывает так да естественно я подсоединил неправильно естественно он не сохраняет точнее не загружает наш объект так ну и сохранение а ну все все отлично сохранение сначала персонажа а потом уже эктор и так и 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 к вам снова извиняюсь я затупил я не в ту папочку зашел я удалял сохранение совсем на другом проекте в общем удаляем сохранение заходим давайте проверим монитор упал мы здесь сохраняемся на столе прям загрузка и как видите монитор уже упавший если подвинем стол да конечно я 500 выставил слишком много я не даже не могу его сдвинуть делаем сохранение и у нас вот все нормально отрабатывать давайте выберем клавиатуру и поставим симуляцию физики она у нас конечно же в данном случае пока у нас нету загрузки она находится на столе но как вы помните она наполовину в воздухе возможно она упадет так она упала но если мы не будем сохранять просто будем загружать она будет постоянно падать это потому что мы не сохраняем вот давайте сейчас я сохраню и запущу и она уже на полу то есть эта коллизия она улетела сожалению и вот так вот у нас все отлично отрабатывает и никаких ошибок нету почему-то некоторым кажется что везде стоят ошибки так я поднял выше нашу лампу и сделал ей симуляцию физики запустим она упала и вот сейчас нажму сохранения вот она где-то там находилась и запускаю она уже там находится так давайте еще все таки проверим вот эту часть я я не подключал ни туда во первых но во вторых давайте посмотрим если вот это отрабатывает то здесь можно оставить одну часть так а ну да нам нужно тектор так и давайте удалим сохранение так монитор сбросили делаем сохранение так да к сожалению это элемент не отрабатывает соответственно нам нужно как раз таки наш статик mesh и тест мы убираем потому что это является основным и и все то есть вот так выглядит структура загрузки эктора то есть мы после того как проверяем что он достроится делаем проверку что он проверяет на симуляцию физики данного объекта и далее уже выполняется расположение там где он находится ну и при сохранении естественно мы в первую очередь проверяем симуляцию если она соответственно да то мы просто раздваиваем наше сохранение на две части в первую мы берем статик mesh его положение в мире и делаем то что он просто записываем что он симуляции ну и так далее здесь уже как обычно мы делали так на этом все друзья всех с прошедшим новым годом с наступившим новым годом пусть 2024 год вам принесет все что вы мечтали пусть ваши проекты выйдут в релиз и станут топовыми в режиме чарта так скажем покупках всем вам приятно провести выходные и приятного следующего этого точнее года до скорой встречи всем пока а а а а а а а